Утечка радиационных отходов, взрыв в Ухте, цистерны в находке, выброс нефтепродуктов на Камчатке. Промышленные аварии, которые привели к экологическим катастрофам. И это только за последние месяцы. Как результат – воздух, которым сложно дышать, вода, в которой гибнет всё живое, земля, на которой ничего не растёт. Отходы предприятий – проблема, которая угрожает всему человечеству. И она не локальна. У воздуха нет территориальных границ. Заводские выбросы в реки, моря и океаны попадают по всему миру. Отказаться от производства человечество не может, но прийти к осознанному потреблению – под силу каждому. Можно начать с малого – отказаться от пакетов и использовать эко-сумку, когда отправляетесь за покупками. Отказаться от пластиковых и псевдобумажных стаканчиков. И использовать термокружку под горячие и холодные напитки. Можно пойти дальше и отказаться от индивидуальной упаковки во всём. Покупки в магазинах, конечно, могут стать тогда проблемой. Зато на рынках продавцы охотно идут навстречу. На хороших современных рынках можно купить без упаковки вообще всё. Даже яйца продаются без упаковки. Поэтому можно прийти со своей многоразовой ячейкой. Простые привычки, которые помогут экологии. Правильно сортировать и утилизировать отходы. Сократить потребление пластика в быту и промышленности. Выключать электроприборы из розеток, свет и воду, когда они не нужны. Нам надо серьёзно задуматься о своём потреблении. Если вы покупаете игрушки и одежду и выкидываете их в хорошем состоянии, задумайтесь, как это отдать на благотворительность. Мода – это по степени загрязнения планеты. Это второй фактор после нефтедобычи и нефтепереработки. Мы привыкли покупать дешёвые вещи, мы привыкли легко их выкидывать. Поэтому здесь можно сдвигаться в сторону того, чтобы покупать более качественно и, может быть, поменьше. Специалисты справедливо отмечают – простые шаги к разумному употреблению и экокультуре нужны не для того, чтобы спасти планету. Она существовала до нас, будет существовать и после. Но то, на какой планете будут жить наши дети, внуки и правнуки, зависит от нас. В мире появляется всё больше движений и организаций по охране окружающей среды. Они проводят лекции и встречи с подрастающим поколением. Устраивают акции по сбору и сортировке мусора. Предлагают крупным компаниям альтернативные методы производства. Активисты делают упор на экообразование. Они убеждены – только понимание масштабов проблемы может подтолкнуть людей к жизни в согласии с природой.